Эти современные животноводческие комплексы, гордость СПК Шахабалова. Руководство не побоялось взять на развитие кредиты на 800 миллионов рублей. Теперь здесь получают 60 тонн молока в сутки. Чтобы прокормить, трехтысячное поголовье коров сами выращивают и перерабатывают карма на современном оборудовании. Трудовые кадры на село привлекают жильем. В следующем году в Шахабалово сдадут коттеджный поселок на 21 квартиру. С деньгами на проведение коммуникации к домам помогла область. Руководитель СПК Сергей Монастырский говорит, что без 20 областных миллионов строить жилье было бы гораздо сложнее. Весомая помощь, хорошая помощь. Без нее, наверное, было бы очень сложно. Строим и за счет кредитов жилье, и свои средства используем. В начале этого года в Шахабалово начала работать газомоторная станция. Теперь сельхозпредприятие экономит на бензине до 300 тысяч рублей в месяц. Экономия на бензине существенная. Кубометр газа приравнится к литру бензина. Он стоит 6 рублей, а литр бензина стоит 30. Чувствуйте разницу. Совсем скоро здесь сами начнут производить биотопливо. В СПК собираются построить цех по переработке рапса. Из него будут получать кормовой жмых и рапсовое масло, которое в Европе уже давно используют в качестве альтернативы дизельному топливу. А сейчас на полях Шахабалово испытывают около 300 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Мы нашли и отобрали новый сорт, который дает в разы больше урожайности, чем, например, предыдущий. Так, например, если старый дает 39 сантиметров с гектара, 3 тонны 9, то новый сорт без средств интенсификации, без удобрений, на тех же самых условиях, дает уже 45 сантиметров с гектара. Это огромные преимущества. Юрьевпольский район вообще называют передовиком сельхозпроизводства. Посевная здесь практически закончилась. Теперь аграрии ждут милости от природы. Мы озадачены. Нет дождей. Лишь бы только был дождь. Если пройдет дождь, вот сейчас, буквально вот сейчас нужно, потому что уже яровые вошли, кукуруза, где пораньше посели, она тоже входит. Картофель мы тоже весь отсажались, так что ждем нам только погодные условия. Селяне с тревогой слушают прогнозы синоптиков о жарком лете. Аграрии до сих пор не могут оправиться от засухи 2010-го и прошлогодних осенних дождей. К тому же многие предприятия начали техническое переоснащение в надежде на субсидии по кредитам, а государство отказало им в помощи. 10% сельхозпроизводителей региона в предбанкротном состоянии и вынуждены пускать часть поголовья под нож. Эта проблема есть. Проблема тяжелая для тех предприятий, особенно кто вступил в стройку и фактически под субсидирование, в надежде на субсидирование начал строительство новых объектов. Конечно, сегодня, оставаясь без субсидий, для них это очень сложно. Но пока этот вопрос нам пробить не удается. Чтобы помочь селянам оставаться на плаву, областные власти работают с банками. Для многих выходом могло бы стать продление уже взятых кредитов до 15 лет. Буквально в апреле правительство страны заявило о готовности субсидировать эти займы. Аграрии надеются, что кредиторы тоже пойдут им навстречу. И сельхозпроизводителям не придется сокращать поголовье скота из-за финансовых проблем.